Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут GoodMan и сегодня мы продолжим проходить бонус в этой замечательной игре. Я уже название вам называть не буду. Так, мы остановились на этом интересном пазле. Вы знаете, я видео еще не монтировал, но я посмотрел после записи что там за цифры и я вроде бы все правильно вводил. 0,1. Ну вот я так и не определился это 3 или 8. По мне так может быть как то так и другое. Я хочу еще одну вещь, вот эту посмотреть. Единственное, что я подумал, друзья, может быть есть какая-то связь вот с этими цифрами. Хотя, с другой стороны, там вроде бы у нас где-то еще оставался тоже код, надо было ввести. Сейчас я посмотрю то место. Это безумная идея, но пройдя столько квестов, друзья, можно все что угодно пробовать, потому что мне кажется вводить вот эти цифры 0,1,8,4 или 0,1,3,4 смысла в принципе особого нет. Вот здесь вот это еще осталось. Возможно этот код отсюда, тогда в принципе много чего меняется. Тут наверное мы ничего не найдем, ладно. Давайте вернемся подумаем, может быть что-то придет в голову мне еще. Все-таки все косвенные вот эти улики ведут конкретно к этим вот этим 0,1, там что-то 0,1,3,4. И это является подсказкой. Но с другой стороны вот эти вот три цифры, они тоже здесь выделены, не так просто. 1,5,3. 0 не выделено, значит 0 не нажимали, получается. 0,1,3,4. 0,1,3,4. 0,1,4,8,3,4,0, т.к. 0,1,4,0, т.к. 1 8 4 0 1 3 4 как здесь 5 связано тройка то ладно может быть третья цифра 3 допустим 2 1 тогда 5 куда так а если 5 1 3 5 какой смысл 5 1 3 5 может что 1 и 3 но логика тоже как-то не очень хотя вы знаете вот в принципе наверное можно отметить что здесь два раза пятерку нажимали если вот смотреть на это код то четырехзначный один раз нажали 11 1 3 здесь вроде бы две кнопочки в отпечатка на пятерке а причем тогда здесь 0184 или 0134 хорошо если взять по колонкам 0 это с 5 1 но это 1 если 3 то 3 и 4 5 ну 4 не один потому что один мы нажимали а если как восьмерку использовать тогда тройку я не нажму ни разу потому что 0 здесь 1 здесь 8 вообще здесь 4 тоже не к месту нет тупая логика конечно я еще специально друзья кофе попил как знал что буду сейчас сидеть мудохаться можно в принципе как вариант на крайний случай попытаться немножко позже все возможные вариации с двумя пятерками тройка единицы сделать там не так много сколько там получается 12 что ли будет возможность или даже меньше меньше даже так как хотя 1553 1355 1513 так 4 ну да где-то около того но как их привязать мне хочется понять если это даже я решил как она тогда решаться будет исходя из этих нулей это если я правильно рассуждаю 0134 0184 если было 0134 такое ощущение что как-то по возрастающей идет 0134 но глупо все равно ну давайте так попробуем не отведите тоже не хочет причем здесь 010 если какая-то последовательность 0134 просто дело в том без этих вот в верхних цифр я бы пришел бы сюда вот допустим если бы не вот эту подсказку не брать я пришел бы к этой двери будет вот эти три клавиши 153 я бы пытался что-то делать с ними но мне не давали это сделать говорили посмотри какую-то подсказку я нашел подсказку вот она а если сделать какие-то действия вот с этим 5 2 4 6 что мы можем сделать 0 5 плюс 0 будет 5 1 2 плюс 1 будет 3 там потом 8 либо 3 но если отнять то будет единица почему там я отнимаю там прибавляю 4 либо 0 тоже некрасиво бред какой-то хотя если прибавить сто восемьдесят четыре сколько я получу 0 5 нет тираник некрасиво получается бред какой-то и вообще-то вряд ли эти цифры связаны с этими это было бы слишком замудренно хотя очень оригинально было бы вот такой в нанси дрю можно встретить там не очевидные вещи вот если их сложить вместе получится какая-то отгадка ой друзья надеюсь вам еще не надоел блин перебором делать так не хочется мне кажется что я в правильном направлении мысли что-то с этим днем 0 какой-то странный конечно 0184 0184 0134 0184 ну давайте три нажмем чего блин я посмотреть бы еще раз почему так совпало 0184 не оттуда просто нажал потому что стройка ничего нет наверное все таки друзья кто эту головоломку понял как решать на сто процентов уверен в решении напишите пожалуйста мне очень интересно как вы рассуждали когда ее решали если конечно вы какими-то сторонними источниками не пользовались честно мне даже интересно посмотреть где-то вообще как другие люди решали это джек смит маньяк убийцы из дарк фоллс неизвестно был ли он сумасшедшим или одержимым но что пугает еще больше он был как-то связан с моей матерью и может даже с ее самоубийством я думаю он бы никогда не согласился что мать покончила с собой хотела бы я чтобы это было правдой я знаю элизабет не убила бы себя я согласна с джеком что кто-то причастен к этому джек смит маньяк-убийца из дарк фоллс но это мы читали только что здесь была драка что это такое за внимание к деталям я не знаю странно как мы тогда откроемся если рубильник починить нельзя должен быть ну как-то замкнуть наверное надо что там она заставила меня сделать это все думают что это я убил этих людей она говорит что может помочь помочь мне узнать что случилось с моей элизабет наконец-то ясно чего она от меня хотела кинжал он пропал кажется несмотря на то что он писал до этого он не убивал их что так у нас шарик есть вот для чего бильярдный шар нужен видимо был все ясно все-таки реально интересно я решил фазл 01 а если бы была тройка то я бы нажал получается третью бы три они пятерку а пароль был 5153 по моему да на то ладно знаем что делать двигаемся назад блин не так интересно так это понять смысл как это решается я надеюсь кто-то из вас друзья с этим справился не объяснит хотя может я сам подумаю в принципе еще на досуге посмотрю свое прохождение может быть я что-то примечу то что раньше не не замечал а где там подсказка это было все 246 нам необходимо взять дела в свои руки мамаши почти удалось сбежать с ребенком так что нам пришлось позаботиться о ней время бежать мой дорогой доктор чарлис это слишком безумно чтобы быть правдой но почему зачем им так мучить семью видите с ребенком то есть по сути дела заметьте их не интересует вся семья их интересует только тот ребенок что находился в этой психушке вначале они инсценировали пожар потом что-то здесь произошло может есть какая-то третья сила которая на рука зачем руках свет где-то был у меня отпечаток может есть какая-то третья сила которая здесь тоже принимает участие в какой-то игре в которой мы пока не совсем все понимаем даже не знаю что это такое но я могу точно рубильник бена бы активировать как вариант возможно это можно стоп 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 чем такое было висело может здесь это можно посмотреть нет так тут мы все взяли может быть сюда вот это вот типа какой-нибудь генератор выровняйте показатели прибавляете ли вы читаете с помощью переключателей пока стрелка не окажется в центре шкалы значение слева и справа должны быть равны то есть я убавляю слева а все понятно так а суммарно получается 78 то есть 39 должно быть 39 хорошо будем на это акцентировать внимание боже ты мой все я типа все сделал да насколько я понимаю можно куда-то двигаться дальше вот она друзья сейчас будет видимо тот ролик который мы видели в конце основной главы чего все дорогие друзья это снова я в общем я уже записал даже финальную речь и собирался монтировать но вспомнил о том что вы просили меня обязательно знакомиться с удаленными сценами в дополнительных материалах поэтому давайте это сделаем почему эта музыка играет я специально уже звук тише сделал в главном меню звук полностью потому что звуком относится так а если мы так сделаем слушайте эта музыка вообще не убирается вот в этой игре есть такая проблема кто смотрел полностью мои видео иногда звук настолько громкий что он перебивает все здесь вот это тоже кстати минус разработчикам потому что здесь есть очень тихие дорожки очень громкие дорожки вот эти вот дорожки они то есть настроить звук очень сложно вот таким как я кто проходит эту игру то есть иногда мой голос несмотря на настройки звука просто не слышно может быть если конечно стример или же ютубер как я он будет включать звук потому что как правило некоторые ютуберы вообще отключают звук в игре и так true fair 2 это трилогия мы знаем как иногда неприятно пройти игру и узнать что продолжение следует но не было возможности втиснуть всю историю в одну игру и при этом сохранить подобающий уровень качества продолжение даст ответы на многие вопросы первой части в то время как третья заключительная часть по сути будет совсем другой это похоже знаете на что похожего мы видели в гиблых землях там первые две части очень круто связанный сюжет на 3 как бы вроде давала какие-то ответы на вопросы которые у нас остались но по сути дела была скорее самостоятельной игрой чем какой-то вот чем каким-то продолжением таким существенным в духе первых двух вторая часть начнется ровно там где мы распрощались с холли у входа в лечебницу dark falls лечебница кажется совсем не тем чего могла ожидать холли и придется узнать не только о событиях случившихся в лечебнице но и о том на что она готова пойти ради того чтобы раскрыть все секреты ее семьи ну вот так вот как-то вау прикольно так теперь друзья удаленные сцены я кстати вот это вступление уже друзья посмотрел она точно такой же как было в начале то есть у нас получается расширенная версия и режиссерская версия так что все в порядке а вот это я не читал немецкий профессор это удаленные персонажи или вырезанные в изначальной версии сценария был злодей этакий старый профессор аристократ с немецким акцентом он должен был помешать персонажу в разгадке тайны в конце концов он должен был поймать холли запереть в подвале своего замка она должна была сбежать и усыпить профессора с помощью снотворного потом холли поняла бы что ее обманул и заставил убить профессора темная далия профессор же просто пытался защитить холли помешать ей идти по тем хлебным крошкам что оставляла далия далее далее гелеспи далия наверное в итоге холли идет в объятия темной далии это в свою очередь говорит увидела пожилого богатого человека и решила что он воплощение зла любопытно детектив но косвенно мы с ним встречались какое-то время детектив был намного более важным персонажем в истории он должен был сказать холли что единственная причина по которой можно отправить письмо а не позвонить это если ты не можешь говорить или притворяешься кем-то другим к сожалению в таком случае он был бы слишком полезным и холли нашла бы его мертвым в лечебнице dark falls в конце второй игры его роль была ограничена чтобы вызвать у игрока чувство одиночества и ответственности в конце концов это касается только холли и ее семьи и она является единственной надеждой вы знаете мне кажется что детективы здесь бы лишним не был бы хотя с другой стороны мне кажется такое тоже может быть что вот нам сказали разработчики чтобы у игрока вызвать чувство одиночества здесь такое присутствует действительно юная далее я изначально вступление в игру было другое мы хотели показать маленькую испуганную девочку далию в заперти когда она понимает что не одна но мы отказались от этого это дало бы слишком много информации в самом начале трилогии эх блин как жалко когда она понимает что не 1 то есть юная далия это по сути дела все-таки действительно наша сестра так альтернативная реальность но это локации тем или иным образом реализована в игре вот эти вот стулья столы и мебель образа они все в принципе нашли воплощение в игре поэтому что здесь вот тут более красиво сделано чем в игре реализовано все да вот по поводу персонажей как какая-то может частично информация крохи информации мы получили и давайте наверное подведем общий ток я постараюсь быть лаконичным но кто не захочет слушать долгих речей я думаю минут 5 сейчас точно буду распинаться в каких-то вот своих оценках и суждениях но скажу сразу я игрушки поставил 9 баллов не 10 а 9 и этому есть ряд причин в игрушке есть в проекте есть два минуса на мой взгляд несущественных но весомых потому что все-таки они тем или иным образом влияют на наше восприятие игры номер один то есть минус номер один это общее количество таких недоработок маленьких недочетов но если вот сложить их так по списку там получится приличное количество в ходе прохождения кто смотрел полностью мои прохождения я периодически вот на это обращал внимание ну во-первых панелька на мой взгляд она неудобная на перещелкивается отщелкивается она очень близко соприкасается с переходом на другую локацию то есть иногда ты сам тем или иным образом ее отключаешь то есть можно было как-то удобнее реализовать и в то же время когда ты начинаешь новую сцену поиска она опять откреплена всегда вроде мелочь а мне кажется сделано не очень правильно второй момент переход по локациям на мой взгляд он сделан ужасно потому что в некоторых сценах как вы видели в игре допустим там есть какая-то зона действия под сцены активные и сразу же инвентарь и вот между ними там какая-то тоненькая такая грань есть это идет переход по локациям тоже не очень удобно сделано те же под сцены они некоторые то закрываются сами некоторые то не закрываются не совсем понятно что хотел разработчик почему он там реализовал так а здесь так не сделал и сидишь и думаешь а вдруг там какая-то фигурка есть а вдруг там какой-то факт присутствует и вот это вот иногда путай то есть либо вы делали все под сцены не закрывали либо вы все закрывали вот это я тоже не понял такого хода такая путаница получается если даже разработчик умышленно хотел что-то усложнить по моему он не совсем логически это реализовал ну можно также встретить такие моменты что на некоторых условных сценах поиска есть зоны которые не относятся к текущей сцены поиска то есть там якобы что-то можно придумать сделать там а по сути дела это относится вообще другой сцене поиска титры почему-то опять же общая беда от последних игр которые играл практически всегда вот эти надписи сверху какие-то пояснения мысли персонажа они почему-то пропадают очень быстро то есть ты не то что вслух не успеваешь прочитать ты не успеваешь даже про себя прочитать что там написано вот ну вот в менюшке допустим здесь дополнительных материалах я уже тоже рассказывал я нашел только в первые 10 минут игры с ознакомлю когда ознакомливался с самим проектом я уже нашел несколько багов ну то есть вот что-то еще наверное можно вспомнить но я так сразу друзья сходу наверное не скажу но вот все-таки уже получается такое приличное количество таких не очень приятных моментов и серьезная студия обязана их исключать убирать как-то доработать да возможно с панелькой там или с переходами это мое субъективное мнение но все что остальное перечислял это все-таки своего рода какие-то недоработки которые надо исключать еще в моменте бета-тестирования второй минус который я бы в принципе назвал бы это минусом это музыка у меня нет претензий к звуковому оформлению в игре к звукам скрипом с хлебом шепотом и тому подобное у меня есть претензии вот именно к самой музыки то есть если вы обращали внимание я тоже несколько раз на этом заострял опять же внимание музыка иногда то появляется то исчезает внезапно иногда на вообще не в тему звучит то есть сама музыкальная тема оформлена интересно даже некоторые я бы в принципе вот эти музыкальные мелодии сохранил но они не очень правильно реализованы то есть как правило разработчики заранее определяют какая мелодия на какой локации звучит как что должно включаться как что должно завершаться а здесь как-то вот так знаете в кучу накидано это все и происходит иногда непонятные вещи то есть ты раз там одна музыка потом резко обрывается тишина вот просто как будто на середине мелодии вот это существенный момент потому что это хоррор друзья а в хоррорах музыка играет но если не первостепенную роль то одну из самых главных так точно потому что музыка она должна подчеркивать атмосферу от этого безысходности одиночества которая присутствует хороших уж ужастиках и здесь в принципе я могу эту игрушку отнести к таким добросовестным хорошим ужастиком удивительно 2019 год разработчики сумели создать нужную атмосферу в 2d игрушки да здесь есть очень качественный на мой взгляд для бюджета видимо игры анимированные ролики но и сама вот этого 2d картинка с такими вот шорохами удачными звуковыми звуковыми повторюсь не музыкальными звуковыми ходами вот этой рисовкой такой мрачной сероватой где-то круто все это реализовано и атмосфера сама тоже вот просто сделано на нужном уровне это вот мне даже вы знаете это это очень-очень близко к игре дрожь дрожь все таки мне кажется немножко вот более еще так вот там музыка очень удачно музыка вплетена в игру здесь вот этого не хватило может вот это вот все разницы составляет между игрой дрожь первыми на частью и вот этой мы к тому же дрожь это классика и ностальгические такие воспоминания многих из нас у игроков кто знаком с этой игрой еще кто играл в эту игру еще в 2009 десятых годах ну и сюжет друзья я не хочу сильно в него углубляться я очень многое сказал по завершению основной главы но если так подвести итог все таки мы были правы что семья лаудиус имеет определенный интерес к этой семье и за всем что произошло вот здесь в лечебнице стоят они как вы помните когда мы впервые узнали эту информацию я еще на это обращал внимание предполагал что возможно вот эти ребята прикрывали какие-то действия то есть мы помним наш сон сон нашей героини в самом начале игры когда в лечебнице была какая-то резня ужасная и в ходе игры я вспоминала почему вот никакого отражения про лечебницу никаких записок мы не находим что там что-то случилось только героиня наша это видела и я так понимаю что вот мы все-таки были правы что вот эта семья лаудиус она прикрыла вот эти все преступления обычным поджогом у них были сообщники повторюсь опять же мы предполагали что это какая-то могущественная семья но мы до сих пор не понимаем их мотивов и для меня остается главным вопросом кто вот это такая девочка это какая-то третья сила либо все-таки это наша покойная сестра которая погибла в пожаре как об этом было сказано в ходе самой игры и в дневнике которую мы читали или это даже было не в дневнике это наверное было на кассете которую мы нашли аудио помните читали в сарае вот в общем сюжет очень интересен интригует и мне очень любопытно узнать что же будет дальше так что друзья вот так вот повторюсь опять моя оценочка 9 ряд недочетов не позволил все таки на мой взгляд опять же этой игре стать вот получить максимальный балл но это не столь важно главное что разработчиков удачно получилось реализовать свои идеи особенно на фоне тех игр которые они выпускали ранее и действительно игрушки есть определенная армия поклонников стоит хотя бы зайти в steam и посмотреть на количество оценок да по отношению там каким-то порталом там контра страйком конечно это ерунда но на фоне других игр представленных в этом жанре в стиме это действительно цифра существенная но на сегодня друзья все большое вам спасибо за просмотр играйте только в хорошие игры всем пока пока и до новых встреч и и Субтитры создавал DimaTorzok